Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ собрались Алексей Гусев и Гия Саралидзе. И давай говорить о рыбалке! Потому что это диалоги о рыбалке. Всем привет! Приветствуем всех! Продолжаем мы летопись диалогов. Переносимся в наши дни. Да, потому что летопись, она ведь такая. Мы ее пишем. Мы ее пишем. Еще продолжаем, слава тебе Господи, писать. И сегодня мы отправимся... Ну, для многих, я думаю, это неожиданное место. Узбекистан, в общем, не воспринимается у нас как место, вот куда ездят люди рыбачить. В свое время, когда мы играли в КВН, я придумал следующую шутку. Как можно поймать рыбу в пустыне? Ответ. С корабля пустыня. Вот там примерно такая же история. Примерно такой образ Узбекистана возникает в головах у людей. Тем не менее, помимо пустынь, в Узбекистане есть вода. Может быть, ее не так много, как в средней полосе России, но достаточно для того, чтобы там завелась рыба и для того, чтобы ее там половить. Более того, в Узбекистане теперь работает филиал телевизионного канала «Диалогия рыбалки» во главе с замечательным рыболовом, мастером своего дела, оператором и ведущим Айбеком Зухуровым, у которого не так давно наша съемочная группа и побывала. Наш приезд был ознаменован еще одним событием. Недавно в Бухаре было организовано общество рыболов-любителей. И у меня состоялась встреча с активистами этого общества. Больше 20 человек пришло. Два часа мы обсуждали вопросы, связанные с любительским рыболовством. Уверяю вас, они мало чем отличаются от вопросов, которые интересуют жителей средней полосы. Примерно та же ситуация с браконьерством, та же ситуация с мусором на берегах и та же ситуация с правилами спортивных соревнований, которые многих раздражают, при которых изымается тоннами рыба и потом выбрасывается. А за это значок или медальку получает человек, который это варварство совершил. Так что рыболовов там достаточно много. Они весьма активны. И, конечно, им было приятно оказаться в объективах наших телекамер. У телевизионного канала «Диалоги о рыбалке» есть девиз, который повторяют рыболовы во всех уголках света. Все будет клево! Но понятно и следующее, что одними разговорами о рыбалке дело не ограничилось. И на рыбалку мы, конечно, поехали. Несколько слов об особенностях рыбалки в Узбекистане. Первая основная особенность, которую мне хотелось бы самому проверить, потому что она как-то звучит нелогично. Рыба клюет преимущественно ночью. При этом надо сказать, что ночью, допустим, в июле это градусов 30, а днем 70. Да ужас! Тогда да. А мы были в октябре. Казалось бы, что с похолоданием воды... Ну, рыба должна себя по-другому. Рыба должна днем клевать, а ночью мерзнуть. Потому что ночью, в октябре-ноябре месяце, там примерно 5-7 градусов. А днем по-разному. Бывает и 30, бывает и 15. Тем не менее, рыба продолжает придерживаться своей привычки и клевать ночь. Может прячется от рыболов внизу. Слушай, но это не очень хорошо для съемок, я тебе скажу. Для съемок, чтобы процессы это совсем плохо. Согласен с тобой. Вокруг Бухары расположено около 15 озер разной крупности и разной глубины. Самое большое озеро Тудакуль. Ну, в общем, это такая рыболовная мека для бухарцев. 20 квадратных километров площадь зеркала. Ну, и что касается и оптиофаун, практически всех представителей местных рыб там можно найти. На первом месте, конечно, стоит Сазан. Он и по размеру хороший, он и боец, как любят говорить рыболовы. Есть два вида сача, есть змееголов, есть судак. Отдельно про судака поговорим. Ну, и есть шамайка, хорошо нам знакомая. И маринка, незнакомая нам вообще. Слушай, вот скажи, все-таки вы были в одном регионе. Узбекистан довольно большая страна. Вот, вы были в Бухаре и вокруг Бухары. Местные рыбаки говорили, вот рыболовы, о том, что что-то в разных местах все-таки страны, разные условия, разная рыба и так далее. Чем-то отличается это или нет? Ну, несмотря на то, что Узбекистан страна большая, все-таки она расположена в одной климатической зоне. Поэтому не сильно отличается рыбалка, не сильно. Ну, если мы будем говорить про Ташкент и Феррагану, то там большой популярностью пользуются змееголов. И на змееголовы там заточены рыболовы. Связано это вот еще с чем. Дело в том, что в Бухаре, ну, традиционно русские всегда ловили рыбалку, а вот узбеки и таджики, которые там живут. Причем в Бухаре таджиков-то больше, они вообще там на фарсе разговаривают. Для них вот это вот любительское рыболовство, как хобби, дело достаточно новое. Ну, буквально там три или четыре года назад появилось это увлечение. И поэтому в самой Бухаре рыболовный магазин появился пару лет назад. Да что ты! Да, и, конечно, и снасти там, ну, скажем так, ассортимент небогат. Так что здесь, скорее, рыбалка, ее результативность зависит не от географии страны, а от крупных населенных пунктов, где культура рыболовства продвинулась далеко вперед. Про культуру рыболовства. Вот ты сказал про сазана. Да. А что ловят? Значит, смотри, с сазаном все достаточно похоже на, допустим, астраханские условия. Это донка, донная снасть или фидер. Ну, все зависит от конструкции кормушки. Единственное, что мы были на озере Тудакуль, и там глубокие места находятся достаточно далеко от берега. То есть, если забрасывать, я не знаю, там, карповой снастью метров на сто, сто пятьдесят, улетает кормушка. Кстати, на бойлоне ни одна рыба не клюет, а не пробовали. То есть, карповые снасти там уже не применяются в ходу, да, но, в принципе, ловят фидером. И для того, чтобы доставить приманку как можно дальше, просто на нанувной лодочке на веселках завозят грузик, метров за двести, пятьдесят, триста, оставляют там и возвращаются назад. Поскольку рыба клюет ночью, ну, вот весь вечер у тебя занят. Ты, значит, забрасываешь, ну, не один спинник. После этого разводишь костер, ставишь казан, в казан клюваешь масло, режешь лучок, тоненько овощи и бросаешь туда баранину. Закрываешь крышкой. Темнеет. Понятно. Лучшая рыба – это баранин. Идеальная рыба – это баранин. И таким образом коротаешь вечер, а дальше ждешь поклевки. Ну, у кого-то колокольчики, кто-то пользуется нынче модными электронными сигнализматорами поклевки. Как правило, поклевки происходят. Да, вот в отличие от морской рыбы, конечно, пресная капризная, все равно. То есть пустых ночей, как правило, не бывает. Ну, разве что не погода, там какой-то чудовищный ветер или, не дай бог, ливень. А так вот от двух до восьми рыб приличного размера за ночь. Приличный размер – это что? Вот что считается? Они считают, что 6-8 килограммов сазан – это хорошая рыба. Ну, я с ними соглашусь, пожалуй. Трудно спорить. Даже спорить не буду. Вот. С судаком немножко похожая история, как со змееголовом. Дело в том, что ловить судака на джиг они пытаются, но получается плохо. Да, надо чувствовать дно, надо понимать, как играет приманка. Конечно, спиннинг должен быть соответствующим строем для того, чтобы ты чувствовал, как идет приманка под водой. Пока это сложная история для наших узбекских коллег. Ну, не для всех, я говорю в целом. Ну да, в массе. В массе. Зато судак довольно активно клюет на живца. Ну, конечно. Я помню еще те времена, когда… Без всякого джига. Без всякого джига ловили в том же «Трехречи». А теперь, внимание, вопрос. На улице 70 градусов тепла. Что с живцом делаем? Вот основная проблема, основная проблема – это доставить и сохранить живца на водоеме при такой температуре. Потому что на самом водоеме живца поймать проблематично. Вот я хотел спросить… А купив его. Потому что, когда ловили на живца в том же «Трехречи», это вообще никаких проблем. Его никто не собирался сохранять, потому что ты раз… Да, вот там нет такой ситуации. Видимо, это связано со спецификой водоемов. Но легко догадаться, что если 70 градусов тепла днем, то вот этот прибрежный слой воды, он практически закипает. Туда можно просто две чайинки бросить и немножко ложечку сахара. И все, значит, рыба некомфортно себя чувствует при такой температуре. Уходит на глубину, а дальше поди его достань. Где этот малек? Потому что живец – это же рыбка. Ну, это ты все-таки про лечо перес говоришь. А вот то, когда вы были? Зимой рыба практически не клюет. То есть, в ноябре заканчивается активный рыболовный сезон, и начинается он уже где-то в конце марта. Слушай, ничего, я не понимаю я эту рыбу. Слушай, летом тебе жарко, зимой тебе холодно. Как-то надо себя взять в руки в конце концов. Со змеей головой меня тоже история порадовала. Я же в Казахстане в этом году открыл для себя эту рыбу и половил ее, и почувствовал. Это, конечно, аттракцион прекрасный. Ребята в Бухаре, змееголову, научились на поверхностной приманке ловить не так давно. Ну, если у них лягушка появилась. Поперы? Два года назад. Да, поперы. Ты понимаешь, что змееголов, он живет в борще так называемом. Участков чистой воды, не так много в окошечках. И точно бросить туда приманку, может быть, поймаешь. А если ты ее протаскиваешь через этот борщ, ну, зацепы неизбежны. И вот лягушка, она специально для этого придумана, потому что жало крючка спрятана у нее в пластиковом тельце. Я посмотрел, как ребята ловят змееголову. Во-первых, они ловят его с берега, преимущественно они с лодки. То есть уже не очень комфортные условия. А во-вторых, они проводят приманку стандартно. А надо проводить ее с паузами. Более того, если у тебя хорошая приманка, надо забросить за окошечко, стащить приманку с борща и начать ей играть. Буквально на месте. Пошевеливать. Чуть-чуть протащил и опять шевелишь. А не перейти равномерно. Ну понятно, то есть техника. Да, конечно. Но это такие нюансы, потому что змееголов, кстати, рыба очень активная и шустрая. Но это не значит, что она опромичи будет бросаться на любой объект, который мимо. Надо поиграть с рыбой, подразнить ее. Сказать ей спасибо. Ассалам алейкум. Сюда иди. Тогда все будет хорошо. Она должна как минимум подумать, что это то, что можно съесть. А не просто тут бросают. Продолжаем наш разговор о Бухаре, об Узбекистане, куда съездила наша экспедиция, наши друзья. И, наверное, все-таки, ну, оказавшись в таких местах, да еще первый раз, понятно, с рыбалкой-то все понятно, более-менее все похоже, все то, что мы уже видели. А вот, конечно, Бухара – это город, о котором нельзя не рассказать. Не только на рыбалку туда надо ехать. Однозначно, абсолютно. Бухара – город с историей, которая насчитывает две с половиной тысячи лет. Бухара находится и находилась всегда на Великом Шелковом пути. В Бухаре произошла масса исторических событий. И самая древняя постройка, которая частично сохранилась до наших дней, относится к VI веку до нашей эры, называется Крепость Арк. Будьте в Бухаре обязательно потратьте полдня на то, чтобы посетить Крепость Арк. Она существует с VI века до нашей эры. И здесь до 1920 года была резиденция бухарских эмиров. Несмотря на то, что время эмиров прошло, сейчас любой из приезжих может себя эмиром почувствовать прямо в специальном зале для коронации. До этого можно надеть праздничный халат и сесть на трон, который в свое время эмиры и эмиров. У любой уважающей себя крепости есть легенда, связанная с ее созданием. Легенда возникновения крепости Арк звучит следующим образом. Давным-давно, в VI веке до нашей эры, жил-был молодой человек по имени Сиямуш. Он влюбился в дочку тогдашнего правителя, да и попросил ее руки. Отец был против и выдвинул, казалось бы, невыполнимое условие построить крепость на шкуре одного быка. Несмотря на сложность задания, молодой человек справился с ним. Он распустил шкуру животного на тонкие полоски и наметил план будущей крепости. Она заняла 4 гектара. С VI века до нашей эры, до XIII века нашей эры, крепость считалась неприступной, поскольку построена была на славу. Но в XIII веке появился Чингисхан со своим многочисленным войском. И после долгой осады крепость пала. Восстановленные крепостные стены были только в XVI веке. Окончательно крепость перестала быть крепостью, а стала музеем. Начиная с 1920 года, когда здесь перестала находиться резиденция бухарских ребят. Оценить масштаб сооружения можно, если взглянуть на крепость снаружи. Высота стен достигает 20 метров. И выглядят они более чем убедительно. Там же известный город мертвых. Город мертвых. На Востоке вообще эта традиция, это принято. Мы бы сказали, что это кладбище. На самом деле это усыпальница. Это серия гробниц. Причем не всех подряд. А людей, принадлежащих к одной династии. В Бухаре много достопримечательностей. Одна из них находится всего в 10 километрах от города. Называется это место Чор, Бакар. Перевод очень простой. Четыре человека или четыре брата. И это кладбище. Как красиво называют это место на Востоке. Город мертвых. Начиная с 10 века, город мертвых постоянно пополняется. Но это вовсе не место скорби, а место почитания и поклонения. Кладбище это особенное здесь хоронили не всех подряд. Только людей, которые внесли и большой вклад в развитие ислама или восточной культуры. Зывали их по-восточному кладби. А мне что любопытно и что интересно. Экспрессовод, который работал с нами, рассказал, что здесь помимо усыпальниц мужчин, есть довольно большое количество и женских могил. Оказывается, барышни тоже внесли свой вклад в развитие культуры и религии. Что не совсем характерно для восточных государств. Двенадцать веков назад четыре родственника пророка приехали в эти места из Мекки. И Мир Бухарский выделил им землю, на которой мы сейчас находимся. За эти двенадцать веков утекло много воды, много людей ушло в мир иной. Память о них и список, и их добрых дел запечатлен на этих надлезах. Еще пару сотен лет назад эти стены были украшены мозаикой и смальтой. Нынче часть элементов этой декорации утрачена. Некоторое время назад современные реставраторы попробовали восстановить все великолепие этих гробниц. Пока не получается. До сих пор здесь есть мечети, где идут службы. Они завораживают, я вам честно говорю. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, город мертвых, я вам так скажу, это город даже не столько памяти, а город мудрости, город просветления. То есть, да, момента моря. Подумай об этом. От пищи духовной предлагаю все-таки в Узбекистане к кухне восточной, которая многим известна. Это что-то невероятное. Узбекская кухня – это что-то невероятное. Но мы же с тобой давно и безнадежно любим баранину. И чувства наши небезответные. Мы любим ее во всех странах. Где бываем, я хочу тебе сказать, что я бы искусству приготовления баранины в Узбекистане поставил самый высший балл. Видимо, связано это еще и с качеством мяса. Это безусловно. Потому что барашки, которые в предгорьях нагуливают свой жирок и другие питательные качества, видимо, они придают вот этот особый вкус. В прошлом году в Бухару приезжала съемочная группа диалогов по приглашению в посольство в Узбекистане и Москве. И отметилась там своим ярким поведением. Саша Волокитин, один из фронтменов наших, в Бухаре исполнил песню, по которой подыгрывали все торговцы сувенирами, которые были вокруг. И это запомнилось. Просто хлопать можно, да? Слушай, на самом деле, организовать тусовку в Узбекистане вообще никакого труда у меня не вызвало. Просто вписка нереальная. Ребят, слушай, ну, буквально пять минут два раза я крикнул, кто умеет. Просто собрали вокруг себя невероятное количество народа и организовали небольшой квартирник. Спасибо вам большое. Спасибо узбекскому народу. Мы из России. А новая речка? Практически, но еще лучше, конечно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Это там все, спасибо. Невероятно. А мне в этот раз запомнилось вот что. Принцип поймал, отпустил по-узбекски выглядит следующим образом. Люди, которые ловят рыбу вдалеке от Бухары, привозят ее с собой и выпускают в прудики, которые в Бухаре находятся, хавузы они называются, для того, чтобы пожилые люди могли, не уезжая из города, удовлетворить свою рыболовную страсть. За что им большое человеческое спасибо. Благородно. Согласен. Благородно. Это по-нашему, по-диалоговски о рыбалке. Ну что ж, завершилась наша программа. Большое спасибо всем, кто нас слушал. Как всегда, говорим всем. Все будет клево. КОНЕЦАЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...